Женщины в армии несуществующей страны. Выходили сюжет о женщинах в армиях США, Израиля, Британии и других государств. В сегодняшнем выпуске рубрики представляем сюжеты женщинах армии несуществующего государства. Речь идет о курдских и езитских отрядах, которые пытаются воевать за независимость Курдистана, но пока мечта о суверенитете так и остается мечтой. Обратите внимание на то, что в вооруженных курдских и езитских отрядах очень много девушек и женщин. Они делятся на тех, кто соблюдает строгие каноны даже в военной форме, и на тех, кто тяготеет к светскому варианту. Причина еще и в том, что далеко не все курды исповедуют ислам. Торжественный смотр войск в Камышле после объявления о победе над ИГИЛ, террористическая группировка, запрещенная в РФ. Иностранные женщины-бойцы в составе курдских и езитских отрядов в Сирии – девушки из Германии. Как было указано в отрядах воюют и езитские девушки и женщины. Большинство из них это люди, которые были в плену ИГИЛ и перенесли на себе весь ужас плена и рабство. Многие из них подвергались пыткам, издевательствам, изнасилованию и т.д. Эти девушки с оружием в руках мстят за себя и свой народ. Среди них даже встречаются вчерашние школьницы. Для справки, курды – один из крупнейших народов мира, не имеющих своего государства. По разным оценкам, в мире проживает от 33 до 40 миллионов курдов и езидов – около 1 миллиона. Наибольшее число курдов проживает на территории Турции – около 17 миллионов человек, Сирии, Ирака, Ирана и Германии. Курдская диаспора в России составляет около 70 тысяч человек. Езидская диаспора в России составляет около 30 тысяч человек.